За неделю работы в здании МУП «Водоканал» еще просто не успели поменять баннеры и плакаты. И все-таки абоненты должны понимать, что платить по счетам, задавать все интересующие вопросы, заключать договоры нужно там же, где и всегда, на Гагарина-73. Десятки сочинцев ежедневно обращаются, чтобы разобраться, где и кому оплачивать услуги, а главное, по какому тарифу. Прошел такой слух, что будет понижение тарифов на воду и особенно на канализацию. Конечно, нас это взбодрило. Нам хочется, чтобы было понижение тарифов. Но будем ждать. Конечно, хотелось бы, чтобы было понижение тарифов, хотелось бы, чтобы было такое внимательное отношение к нам, как абонентам. Тарифы, правда, отличаются от прежних. Сниженная цена, объяснили «Водоканале», на самом-то деле, самая оправданная на сегодняшний день. Правда, если перед прежним поставщиком остался долг, его погашать сочинцам придется по старым расценкам. Что касается услуг по водоснабжению и водоотведению в центральном районе города Сочи, в Адлере, там, где ООО «Сочи Водоканал» работал, в Лазаревском, в Догомысе, в Головинке и так далее, за июль и август услугу эту оказывало предприятие, которое называется ООО «Сочи Водоканал». Оплачивать свои долги перед прежним поставщиком ООО «Водоканал» настоятельно рекомендует. Но стоит обратить внимание, какой предлагается счет для оплаты. Многие абоненты недавно получили квитанции с реквизитами компании ООО «АБВК». Юристы в этом случае остерегают плательщиков. Как бы потом не получилось, что деньги отправили, а долг перед ООО «Сочи Водоканал» остался. В принципе, 416-м федеральным законом о водоснабжении и водоотведении, он не запрещает заключать организации ресурсоснабжающей, агентские договоры. Но 103-й закон, который как раз-таки регламентирует, повторюсь, их деятельность, он указывает именно то, что агент вправе действовать, но только по приему наличных денежных средств, а не безналичных. Таким образом, если платить, то только на счет ООО «Сочи Водоканал». Генеральным поставщиком по водоотведению и водоснабжению МУП «Водоканал» стал после подписания главой города постановления. Позже состоялся суд, где переход права на работу МУПа снова подтвердился. Платить за услуги водоснабжения и водоотведения новому поставщику сочинцы будут только с сентября. В соответствии, опять же, с решением суда и постановлением главы города, услуги водоотведения и водоснабжения практически во всем городе оказывает МУП «Город Сочи Водоканал». Соответственно, в конце месяца придут наши платежки со счетом, и вот тогда нужно оплачивать нам за сентябрь месяц. Исключение только для Адлерского района. Там МУП «Водоканал» генеральным поставщиком услуги по водоотведению стал еще 1 июля. До сих пор ООО «Сочи Водоканал» не передал новой организации ни базу абонентов, ни прочую документацию. А пока приходится едва ли не заново восстанавливать именно тех, кому нужно поставлять воду.